Окей, народ, идем дальше. Это все, что я знаю о триках для ледфита. И сегодня мы продолжаем хэт-трикс. Следующее, что мы будем делать, это съемы. То есть, как снимать кепку с головы. Очень мало кто из нас, допустим, когда выходит танцевать, держит кепку в руках. Может вот так крутить. А в остальном, если мы танцуем с кепкой, то она обычно на голове. Ее надо как-то снять. Это целое подразделение движений. Довольно такие интересные. Простейшее из которых выглядит вот таким образом. Это самое-самое простейшее. Я все же его объясню. Мы сгибаем руку, ставим козырек. И вот здесь у нас кисть загибается. Как говорил один известный блогер, вот так вот. Вот так вот. И вот так вот она у нас ложится. То есть, что мы делаем? Вот у нас кепка лежит на голове. Мы отхватываем голову. Задим рукой. Держим себя за затылок. И теперь мы присаживаемся и вынимаем голову из-под этой конструкции. Оп! Вынимаем голову из-под этой конструкции. И она у нас здесь на двух точках осталась. Задняя часть кепки на кисти. Передняя часть, утяжелитель наш, на локтей. Это первый и самый простой съем. Вот. И ничего, как бы, в нем нет такого сверхъестественного. Это даже не так он для лайтфита, как этот простой такой простейший, короче, съем. Вот. Ну, вот этот трюк не съем, но он у меня тоже ассоциируется почему-то с этим съемом. Наверное, потому что когда-то, когда я его учил, это из спапинга. Там трюки со шляпой. Вот такого рода. Вот. Рука немножко под наклоном. Берем за козырек и скатываем, 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 скатываем. Когда мы скатываем, мы двигаем рукой в противоположную сторону. А другая рука у нас снизу подхватывает. Это не съем с головы, но это может быть просто продолжением съема отсюда. Допустим, когда у нас рука оказалась каким-то образом мы танцуем, взяли за кипку. Жик. Ну, вот такой может быть вариант. Его можно зациклить, зациклить это движение, чтобы делать его по кругу. Вот. Ну, это такое. Ладно. Вернемся к следующим съемам, который у нас есть. Смотрите. Это нужно было сказать с самого начала, но сейчас, когда мы коснулись головы, все-таки объясню. Кепка как правильно должна быть застегнута? Она должна быть застегнута так, чтобы она немножко не налазила на ногу. Или налазила она с небольшим трудом. Вот так. Почему? Потому что если она будет легко сваливаться, ее будет тяжело снимать. Вот. А она должна быть закрыта в таком состоянии, чтобы без надавливания, она не вложилась полностью. То есть, какие у нас, исходя из этого, есть положения. Положение номер один. Это кепка на затылке. Козырек вверх и кепка на затылке. Что это нам дает? Это нам дает возможность осуществлять съем назад. Вот таким вот рывком или броском. Мы ставим голову. Держим ее в ровном положении. Немножко наклоняемся вперед. Выставляем левую руку, если вам удобно, правую руку. Сгибаем. Вот. И таким вот рывком назад. Обязательно разбудайте шею перед этим. А таким вот рывком назад. Хоп. И снимаем кепку. Это съем назад. Исходя из этого съема, есть более сложные движения. Например, это бросок на ногу. Назад. Сейчас не получается, я не размялся. Но суть в том, что бросок такой же. Я его чуть позднее вам объясню. Вот. Следующее. Какой есть еще съем? С в этом же положении. То есть козырек, когда вверх и на задней части на затылке останавливается. Но нам еще немножечко нужно скрутить кепку в сторону. Так, чтобы... Это, кстати, одно из движений. Исключений. Из того, что у нас обычно весь акцент идет на утяжелитель. Утяжелителем служит козырек. Но в этом случае нам нужно подвесить вот так кепку, козырьком вверх, чтобы утяжелитель был здесь, сзади. Когда утяжелитель будет сзади, мы почувствуем, что утяжелитель сзади. Вот. Мы его как бы опираем на ось. Ось посередине головы. Вот. Опираем вот таким вот образом. И немножко смещаем. Теперь мы делаем вот такой вот твист. Вот так вот. Вот такой вот твист делаем. Присаживаемся, потом раскручиваемся и встаем вверх. И к этому твисту добавляем еще движение головы. Движение головы. Вот. Оп. И кепка пролетела. Несколько раз. Я помогал вам это сделать, чтобы посмотреть, куда она летит. Мы смотрим, куда она летит. Запоминаем эту точку. Ой. Такое тоже бывает. Это если сильно очень насадил на кепку. На голову. Теперь мы выставляем ногу в ту сторону, куда она летит. и у нас получается вот такой замечательный съем на ногу. Вот. Вот иногда бывает, видите, вот таким вот способом. Дальше. Следующий съем. Это, наоборот, козырьком вперед. Что мы делаем? Вот эта часть, где вышит козырек, мы опираем его на надбровную такую дугу. На брови, по сути. На переносе сюда же. Чуть ниже. Вот. Видите, какое положение. Вот. И теперь мы будем делать кивком вперед. Кивок такой. Как будто мы здороваемся. Здрасте. Вот. Задаваем вращение. И смотрим, опять же, куда кепка летит. И потом нам нужно будет туда ставить ногу. Ставим ногу. И у нас получается замечательный такой вот съем с головы. Хоп. Съем с головы. Вот. И по этому же сценарию мы можем сделать такой же съем, например, покатив по руке. Как он делается? Мы выставляем руку на уровень плеча и немножко ниже. Дальше мы делаем такой же кивок, но разберем его медленно. Мы опираемся. Рука должна быть не вперед, а немножечко в центре. Потому что голова у нас находится по центру, а руки по бокам. Мы немножко в центре опираем. Дальше опираем. Опираем. Козырек на руку на бицепс наш опираем. И дальше кивком и небольшим наклоном скатываем в нее. Первое время можно делать больший наклон, чтобы почувствовать больше скорости. Лучше скорость почувствовать. Так же его можно делать обратно. Козырьком. Назад. Вот. Здесь немножко сложнее принимать в конце, потому что он переваливается через козырек. Но такой съем тоже имеет место быть. Ох. И вот уже из того, что у нас есть, мы можем делать целые рутины. Окей. Идем дальше. Идем дальше. Идем дальше. Идем дальше.